В это теплое солнечное утро предлагаем окунуться в литературную атмосферу, и в этом нам поможет гость, который уже в студии. А и так у нас Валерий Смирнов, председатель регионального союза писателей Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сегодня мы хотели бы с вами поговорить о фестивале, который так громко звучит по всей территории полуострова, Чеховская осень. И первый мой вопрос, почему же наша Крымская осень чеховская? В первую очередь, потому что сам фестиваль, 10-й, юбилейный, проходит в Чеховской Ялте. Как вы знаете, Ялта – это город Чехова, там памятные места, там он жил, там он фактически закончил свое земное существование, и поэтому Чеховская. Почему же осень? Потому что сам литературный международный фестиваль проходит именно осенью. Как вы знаете, осень – золотая пора, пора действительно поэтическая, и большинство, наверное, не существует такого настоящего поэта, который бы осень не любил. У нас даже первый сборник, который был посвящен Чеховской осени, это прошлогодний, здесь, видите, слова Чехова «Пахнет осенью, а я люблю российскую осень». Это он так сказал, Антон Павлович. Тогда к вам вопрос, почему же осень так любят все? Вот Пушкин любил осень, а лето не любил, хотя, казалось бы, почему осень – такое поэтическое время? Ну, потому что, наверное, когда периоды вроде бы начинают увядать перед тем, как снова расцвести, на мысли приходят и грустные, и радостные, и поэтические, и философские. Действительно, пора размышлений. Когда жаркое лето, как-то, наверное, не до поэтических таких. Когда зима, ну, ждешь весны. Весна все расцветает, радуешься, но осень, она такая мудрая, что ли, завершение годового цикла. Ну, это я сказал, может быть, немножко поэтически, но как бы… Этого мы от вас и ждали, надо сказать. Десятый фестиваль, международный. Много ли участников участвует в нем именно из других стран? Ну, да. Вот, в частности, могу сказать, что осень уже десятый раз проходит. Она не все годы проходила. Это третий раз после возвращения Крыма в Россию. В 17-м и 17-м проводили, и вот сейчас третий раз. И она действительно стала более масштабной при России, потому что удалось установить многочисленные связи. Просто вот, для примера, в том году у нас было более трех сотен участников, 24 регионы России и аж 9 стран. В этом году, не могу сказать, сколько их будет, но вот уже вчера и позавчера мы приняли гостей из Индии, таких экзотических стран, как Бангладеш, например, да, Сирия, Сербия, Саудовская Аравия, Германия. Индонезия собирается приехать. Марокко, кстати, заявляла. Ну, еще вот сейчас вот мы забираем первый аэропорт из Сербии. Ну, понятно, Украина, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики. Скажите, а какие вот условия для того, чтобы принять участие в этом фестивале? В принципе, все фестивали литературные подразумевают, что как бы никому не отказывается. Если участник приедет в день фестиваля, он, конечно, выступит. Даже если он не успел подать заявку, и даже если он приехал, например, на номинацию на следующий день, и до этого тоже не успел, но всем будет, конечно, позволено, допущено, чтобы они выступили в номинациях. У нас, могу сказать, осень действительно замечательна, потому что впервые у нас такое большое количество номинаций, почти полтора десятка. У нас заготовлены награды, которые сделаны вообще в Германии, франк тут на майне, да. А что же это за награды? Ну, это просто медали, кубки такие. Кроме обычных почетных дипломов, победителям книги будут вручаться. Плюс, я бы еще что хотел сказать. Действительно, мы имеем достаточно серьезную поддержку именно в организации международного фестиваля. Почему? Потому что это действует в рамках как бы народной дипломатии, понимаете. Люди приедут, посмотрим, Крым российский, мирный, никаких. И приезжают, возвращаются, рассказывают. У нас такое было в 17-м году, был второй посол Палестина, допустим, Абдулла Иса. Сразу попал там на миротворец, как он хвастался. Но, тем не менее, в арабских странах он очень серьезно рассказал. У нас вот приезжает из Египта большая делегация, вчера приехала до шести человек. Ну, там, правда, кроме Египта, по-моему, еще Саудовская один человек. Ну, Доху Иса, знаменитая египтянская, поэтесса, писательница из России. То есть, если, допустим, говорить об организации, то, конечно, главным организатором выступает наш региональный союзов писателей Республики Крым. Он старейший в Крыму, это бывший союз русских, украинских, белорусских. Но нас поддерживают, в принципе, почти все остальные союзы. В феврале мы организовали содружество союзов писателей Республики Крым, куда, допустим, председатели, это Михаил Михайлович Голубев, Лев Анатольевич Рябчиков, Валерий Алексеевич Гаевский. Они тоже были главными союзами, мы как бы все вместе это организуем. Со стороны России нас мы тоже поддерживаем. В частности, мы являемся ассоциативным членом СПС, а то Международного сообщества писательских союзов. Вот недавно, 19 сентября, проходила очередная 14-й отчетный выбор на конференции. Вот как бы мы, ну, поддерживают различные. Про Крым могу сказать тоже. У нас, например, Георгий Львович Мурадов, вице-премьер, он членор комитета нашей осени, да, есть и комитет культуры министерства. Ну, как бы, зеленый свет как бы дан. Единственное, конечно, хотелось бы побольше бы, наверное, как бы материальной поддержки, но, как вы знаете, сейчас литература и вообще с культурой достаточно, как бы, ну, с этим не сильно хорошо обстоит. Я думаю, что все еще впереди, к сожалению, время нашего, нашей беседы подходит к концу. Я бы хотел вас попросить напоследок рассказать, где же можно послушать про это выписание. Фестиваль будет проходить с 21 по 24 октября. Открытие сегодня это санаторий Кирова, улица Кирова 39, ну, знаю. В Ялте. В Ялте, да. Потом будет достаточно большой количеством номинаций, начиная с сегодняшнего дня, но основной 22-23 октября, завтра, послезавтра. У нас там бесплатные экскурсии предусмотрены. Частично еще будет проходить в других местах. Вот сейчас и в Ялтецком отделении КФУ. Закрытие четверг, 24 октября. Милости просим всех наших. Благодарим. Мы вас благодарим, но, к сожалению, время подошло к концу, но просто так не отпустим вас. У нас есть фотозона, я предлагаю вам к ней подойти. Давайте все вместе сфотографируемся на память. Фотоснимок. Прошу вас. Это телевизор, мы в него прямо заходим. Прошу вас. Прямо заходим. Заходим за экран. Давайте в этом символическом экране запечатлим, говорим слово «цифра» и улыбаемся. Раз, два, три. Цифра. Цифра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова